Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык с каналом Русториес. Меня зовут Андрей и я продолжаю читать для вас короткие увлекательные рассказы на русском языке. Не забывайте, что в субтитрах ютуба вы можете включить перевод рассказа на английский и другие языки. Ну, а текст на русском языке, как всегда, справа на экране. Итак, поехали. Аарон Бэнк родился в Нью-Йорке в 1902 году. Рано лишился отца и был воспитан мамой, которая зарабатывала на жизнь преподаванием иностранных языков и музыки. В ревущие 1920-е Аарон подрабатывал спасателем и инструктором по плаванию на Лонг-Айленде и, казалось, нашел свое призвание. На склоне лет он будет не без удовольствия вспоминать, как зиму проводил на Багамах, а летом отправлялся в Биориц на юге Франции, где работал старшим спасателем. Это была шикарная жизнь, делился пенсионер. Отчасти такая жизнь продолжилась и в тревожные 1930-е. Симпатичный и атлетически сложенный американец много времени проводил в Европе, где научился бегло говорить по-французски и по-немецки. Когда же уже вовсю шла Вторая мировая, 39-летнего Бенка призвали рядовым в армию США. В армии Аарон окончил офицерские курсы и получил звание младшего лейтенанта. Учитывая возраст командира, его направили в Форт-Полк, штат Луизиана, офицером по тактической подготовке в железнодорожный батальон. Ничто не мешало лейтенанту отсидеться на глубоком американском юге до конца войны. Но в 1943 ему попалось на глаза объявление о наборе добровольцев со знанием иностранных языков для особых заданий. Так он познакомился с офицерами Управления стратегических служб ООС, на основе которого в 1947 было создано ЦРУ. Новобранцу предстоял длительный учебный курс, включавший обучение приемам партизанской войны, диверсиям и саботажем, прыжкам с парашютом и многому другому. Благодаря прекрасной спортивной подготовке 42-летний Бэнк оказался в числе лучших и был приписан к департаменту специальных операций. Его боевым крещением стала операция «Джетбуре», проведенная разведками США и Британии во второй половине 1944 года. Около сотни диверсионных групп были сброшены с воздуха в оккупированную нацистами Францию. Им нужно было установить контакты с движением сопротивления и обеспечить связь с союзными войсками. Командиром одной из таких групп, действовавшей на юге Франции, был Аарон Бэнк. В ноябре 1944 года Аарон получает новое задание – завербовать и подготовить 175 диверсантов из числа немецких военнопленных и высадиться с ними в австрийских Альпах под видом горнострелковой роты вермахта. Конечная цель операции «Железный крест» выглядела крайне амбициозно – взять в плен Гитлера, который в связи с наступлением союзников мог попытаться укрыться в резиденции фюрера в Берхтезгадене в Баварских Альпах. Группу захвата учили штурмовать здания, ликвидировать охрану и эвакуировать свою добычу. Операцию «Железный крест» отменили в последний момент, когда стало ясно, что Гитлер уже не появится в Берхтезгадене. «Я никогда в жизни не плакал, но чуть не разревелся, когда мне сообщили об отмене операции», – вспоминал Аарон в интервью «The Times» в 1993 году. После падения Берлина капитана Бенка забросили в джунгли французского Индокитая для освобождения сотен европейцев из японских лагерей. Здесь он сблизился с основателем Компартии Индокитая и будущим президентом Вьетнама Хо Ши Мином, которого очень ценил. На тот момент цели США и дедушки Хо, боровшегося с японцами, совпадали. Вернувшись в Европу, 45-летний офицер женился. Его избранницей стала гражданка Люксембурга Кэтрин Вагнер. Девушка владела пятью языками и работала переводчицей в Висбадене, где шло следствие по делам нацистских военных преступников. Вскоре пара уехала в Соединенные Штаты, но Аарона ждала новая командировка. На этот раз в Корею, в должности заместителя командира воздушно-десантного полка. В 1951-м его отозвали в Вашингтон, назначив главой отдела специальных операций в управлении психологической войны при Министерстве обороны. Именно Бенку Пентагон поручил создать и укомплектовать новое подразделение, название которого даже не придумали. Задачи, однако, были сформулированы. Сразу. Проникновение по суше, морю или воздуху вглубь территории противника и проведение операций с упором на партизанскую подготовку. Так Аарон приступил к главному делу своей жизни, за которое много лет спустя он удостоится упоминания в военной энциклопедии. Ядро будущих зеленых беретов составили 10 человек. Сам полковник, его заместитель и 8 рядовых добровольцев. Летом 1952-го первая группа воздушно-десантного спецназа начала тренировки в форт Брегге, Северная Каролина. Вскоре подразделение насчитывало уже более сотни солдат и офицеров, главным образом ветеранов управления стратегических служб и бывших десантников. В том же году армия объявила о создании сил специального назначения общей численностью 2300 человек. Вскоре Бенк предложил своим бойцам носить береты в качестве знака отличия. Либо фиолетовый, либо винно-красный, либо зеленый. Так, в 1954-м зеленый берет стал частью униформы спецназа. Однако, чуть позже армейское начальство запретило этот головной убор. Лишь в 1962-м президент Кеннеди официально разрешил армейскому спецназу носить берет. Мужской, шерстяной, армейский оттенок 297. Как вспоминал Бенк, Кеннеди утвердил зеленый, поскольку был ирландцем. Полковник Аарон Бенк вышел в отставку в 1958 году, поселившись в Капа-Бич, в Южной Калифорнии, где работал начальником службы безопасности жилого комплекса. В начале 1970-х он обратил внимание на проблемы с безопасностью атомной электростанции близ городка Сан-Сан-Климента. У АЭС дежурил всего лишь один охранник с пистолетом. Его легко мог ликвидировать подготовленный диверсант, а затем устроить катастрофу национального масштаба. От ветерана сначала отмахнулись, но после шума, поднятого в СМИ, комиссия по ядерному регулированию обязала все атомные электростанции в США выполнить рекомендации Бенка. До глубокой старости Бенк сохранял прекрасную спортивную форму, ежедневно проплывая несколько миль в Тихом океане. Когда ему исполнилось 85 лет, вышла первая его книга «От управления стратегических служб до зелёных беретов» «Рождение спецназа». В 1993-м свет увидел роман «Железный крест», написанный в соавторстве с Эрвином Натансоном, автором бестселлера «Грязная дюжина». Натансон в интервью The Times назвал Аарона «национальным достоянием». «Он был изысканным джентльменом и выдающимся солдатом», отмечал писатель. Наверное, в этом есть противоречия. Но Бенк правда соответствовал обоим определениям. В свои 97 лет полковник Аарон Бенк был удостоен медали за выдающиеся заслуги. А в день своего столетия Бенк получил благодарность от президента Джорджа Буша за разработку нетрадиционных методов ведения войны. Отец зелёных беретов скончался 1 апреля 2004 года в городке Данна-Пойнт, Калифорния. Он погребён на национальном военном кладбище Риверсайт. Ему было 102 года. Сегодня на военной службе находится 7700 зелёных беретов. Их главная база по-прежнему располагается в Форт Бреге. Там, где в 1952 начинал тренировать первых добровольцев Аарон Бенк. Вот такая история, друзья. Если вам понравился наш сегодняшний рассказ, поставьте лайк этому видео или напишите комментарий. Это очень важно для нас. И, конечно же, не пропускайте следующие выпуски. А у меня на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Огромной вам удачи. И пока!